окраина беловежской пущи на небольшом холмике стоит замшелый сарай это вход в один из сверх секретных объектов времен холодной войны на территории беларуси под землей скрывается трехэтажное укрепленное сооружение с мощными герма дверями сложнейшей аппаратуры и системами жизнеобеспечения это не просто бункер это подводная лодка засыпанная землей в случае ядерной атаки узел связи мог существовать за счет автономных источников энергии воздуха в баллонах и собственных артезианских скважин принимающий радиоцентр рубрика защищенный запасной пункт управления войск западного направления узел связи с позывным рубрика это принимающий радиоцентр осуществлявший военную и правительственную связь в состав узла связи рубрика входил также и передающий радиоцентр расположены в 15 километрах к северу-восток отсюда два секретных подземных радиоцентра находившихся недалеко от беловежской пущи похожих по форме но отличных по содержанию постигла совершенно разные судьба передающий центр после снятия охраны в 2006 году был полностью разграблен и уничтожен принимающий центр был реорганизован штаб гражданской обороны а после был передан введение мчс республики беларусь сейчас он находится под охраной поэтому попытки нелегального проникновения внутрь пересекаются сторожами во времена холодной войны мощностями этого центра осуществлялась связь с войсками сср на западном направлении в странах варшавского договора связаться отсюда можно было с любой точки ссср и странами сателлитами сср при необходимости можно было дозвониться даже на кубу строительство объекта проходила в период с 1968 по 1971 годы специалистами со всего ссср в начале 70-х годов узел связи заступил на боевое дежурство с течением времени часть оборудования и коммуникации постепенно устаревала и требовала реконструкции которая к началу 90-х годов уже началась на аналогичных станциях в польше германии однако очередь до рубрики так и не дошла подписанием беловеческих соглашений о прекращении существования сср узел связи утратил свои функции связывать стало некого и не с кем в данный момент принимающий центр находится на консервации что и позволило ему сохраниться в отличном состоянии до наших дней передача бункера для организации штаба гражданской обороны в 2001 году мчс брестской области а также усилия небезразличных людей некоторые из несли здесь службу спасли уникальный объект от мародеров если раньше здесь был двойной периметр с чувствительной системой сигнализации то сейчас остались лишь несколько сторожей пес и датчики движения на герма дверях на входе в сам бункер но даже этих средств не хватило для того чтобы отпугнуть воров добытчики цветных металлов уже успели выкопать все кабели связи вокруг бункера однако на территорию им хода нет от кпп ранее отделявшего охранный периметр сооружения от жилой зоны подземному сооружению комплекса ведет асфальтированная дорога вентиляционные киоски в них размещены оголовки системы вентиляции через которые осуществлялся забор воздуха с поверхности для обеспечения вентиляции сооружения в штатном режиме использовался воздух с поверхностью в угрожаемое время пункт управления становиться полностью автономным фактически и данное сооружение это подводная лодка закопанная в землю разделена на три этажа площадью 1200 квадратных метров каждый с огромным числом отдельных помещений градирня устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха могла использоваться в случае аварийного охлаждения если они справлялись холодильные установки комплекса основной вход в комплекс на лестнице посетителей встречает мемориально табличка с датами возведения объекта строителями краснознаменного белорусского военного округа дальше проход незваным гостям преграждает массивная дверь защитная герметическая попасть внутрь можно было только назвав пароль дежурному по телефону который размещен справа на стене ручка для герметичного запирания двери пароль но пасаран снять трубку и пока подносишь ее к уху представлять то как это было в реальности необычное ощущение система шлюзовых камер на стенах всех помещений висят часы отражающие централизованно задаваемое часовой станции сооружения время окон здесь нет а военная связь не терпит халатного отношения ко времени мы спускаемся на минус третий этаж комплекса который является техническим здесь располагались практически все основные системы жизнеобеспечения бункера первое помещение с дизель генераторами для обеспечения электроэнергии огромного трехэтажного комплекса всего в комплексе было три судовых дизель генератора мощностью по 500 киловатт каждый дизели обеспечивали автономное электропитание объекта и в случае необходимости даже военного городка все три генератора никогда не работали одновременно некоторые находились в резерве емкость для хранения неприкосновенного запаса дизельного топлива и масла основные резервуары находятся в грунте за стенами машинного зала главный распределительный щит вся конструкция смонтирована на платформе подвешенной к потолочному перекрытию на амортизатора что предохраняет оборудование и коммуникации от выхода из строя в случае воздействия на сооружение сейсмических вод рабочее место оператора дежурной смены помещение с охладительными установками заполняемыми фреонами и задействованными в обширной системе охлаждения оборудования командного пункта охладительные агрегаты принцип работы такой же как и у бытового холодильника масштаб и сложность не соизмерим пожарная безопасность комплекса обеспечивалась наличием централизованной системы пожаротушения пожарные трубопроводы рукава и гидранты находились в каждом помещении помимо них в потенциально пожароопасных местах размещались ручные огнетушители различной емкости следующая часть помещений отвечала за работу всех пневмосистем комплекса на металлических рамах закреплены баллоны со сжатым воздухом на случай невозможности забора воздуха с поверхности большая насосная слева один из двух электронагревателей воды цвет трубопровода говорит о его назначении в системах комплекса например красный это трубопровод системы пожаротушения помещение с трехмашинными агрегатами трехмашинные агрегаты запускались от аккумуляторов с целью обеспечения электропитания аппаратуры связи на время пока дизель набирал нагрузку в среднем время работы агрегатов до выхода дизеля на расчетную мощность составляла 15 минут оборудование обеспечивающие зарядку аккумуляторных батарей и работу с ними аккумуляторный отсек старые щелочные аккумуляторы в конце 80-х в начале 90-х заменили на новые аккумуляторные батареи с н у 400 с н стационарные с намазными пластированными электродными пластинами у удара стойки 7 стойки 400 емкость в ампер часах необходимые для аварийного освещения и функционирования комплекса в течение короткого промежутка времени до выхода дизельных генераторов на достаточную мощность наглядные плакаты по технике безопасности при эксплуатации аккумулятора фрагмент зала фильтра вентиляционных установок право видна установка охлаждения воздуха струйным водяным потоком воздух при прохождении через агрегации системы набирал требуемый температурно-влажностный режим на объекте существовало 15 систем вентиляции среди них приточная рециркуляционная и вытяжная в случае применения отправляющих веществ была предусмотрена вентиляция через фильтр фрагменты систем вентиляции комплекса в качестве фильтрирующего элемента в системах присутствовал циклонный фильтр представляющий собой барабан из мелкая чистой сетки частично погруженный в масло данная система позволяет эффективно удалять из поступающего воздуха пыль пищеблок гарнизон питался в столовой дежурным приносили еду в термоса в периоды учения еду готовили прямо здесь на этой кухне на объекте находились также и 3 отдельные морозильные камеры в которых постоянно поддерживалась минусовая температура диспетчерская отсюда осуществлялось управление всеми инженерными системами комплекса конструкция помещения также предоставляет собой платформу на подвесных опорах закрепленных в потолочном перекрытии диспетчер в зависимости от степени боевой готовности выбирал режим функционирования сооружения дистанционно отдавая команды на исполнительные механизмы всех инженерных систем комплекса на каждый из режимов объявленной боевой готовности была составлена своя таблица конфигурации систем как например система вентиляции водоснабжения и мнемосхема с изображенными положениями люков дверей вентиляционных задвижек резервуаров насосов и так далее связь осуществлялась посредством кабелей и антенных полей герметичные оболочки кабелей подходящих сюда с других объектов находились под давлением при повреждении кабеля понижалось давление что фиксировали манометры в настойке так оперативно контролировались и устранялись неполадки с проводными системами коммутатор дальней связи на схеме сверху видны обозначение узлов с которыми можно было выходить на связь на коммутаторах в основном дежурили женщины помещение оборудована хорошая звукоизоляция помещение часовой станции рабочее место техники дублированные механические часы с электромагнитным приводом задавали точное время на всех циферблатых часов расположенных в помещениях в комплекса командного пункта с момента его запуска в эксплуатацию в середине 80-х годов система была заменена на электронную аппаратуру новое оборудование быстро вышло из строя и комплекс благополучно продолжал работу на старой системе линейно аппаратный зал передающего центра поступала информация по различным каналам связи параметры которых доводились до нормальных характеристик операторами отдельные секретные данные шифровались засекречивающей аппаратуре связи зас а затем выдавались на отдельный коммутатор зас данные которые не зашифровывались сразу передавались на коммутатор дальней связи последний лист календаря в 1991 году история рубрики закончилась какое же будущее ждет этот комплекс радиоцентр рубрика безусловно предоставляет интерес для любителей истории и людей которые хотят окунуться в атмосферу холодной войны однако оценить туристический потенциал этого объекта и так легко как кажется недостаточно просто выкупить его и запустить туда туристов необходимо довольно серьезной инвестиции и последующая реконструкция всех инженерных систем комплекса чтобы превратить этот объект в полноценный музей конечно очевидны и преимущества расположения радиоцентра рядом крупный областной центр брест со всей инфраструктурой и дорога на один из самых популярных туристических объектов беларуси беловежскую пущу надеемся что этот комплекс удастся уберечь от лап мародеров а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok